но крео минус в общем вычитаем так как у меня доброе утро всем я делаю блинчики пэпэшные из ну они не совсем конечно пэпэшные наверное в общем сейчас расскажу 15 дел в одно время как-то не получается вот такой у нас есть завтрак блинчики с медом и кофейный напиток с кокосовым молоком будем худеть типа типа того будем худеть наконец-то сегодня хорошая погода солнышко выглянула солнышко блещет на луну я навстречу солнышко по траве бегу и ромашки белые рву я на лету я веночек сделаю солнышко в плиту а я я этот коврик забыла пойду посмотрю он там нужен вообще заниматься пришла в общем я притащила лестницу сейчас буду снимать занавески а пока пока позанимаемся вот таким образом я нашла новое упражнение силовое упражнение можно с приседаниями пожалуйста а кистан романда при седании усложняем пользуйтесь на здоровье теперь самое сложное собрать а а что на а он а Вперёте. Эй, то лапава. Эй, то лапава. Наверное, завтра. Потому что машинка занята. Я шторки стираю и сразу их вешаю сырами. Не глажу ничего. Они от своего веса сами выглаживаются. Вот. И машинка... Солнце-то у нас вышло впервые за, не знаю, неделю, наверное. Поэтому стирки, стирки, стирки. Я сегодня буду доедать наконец-то свои овощи. Вот. Помните, делала? Достала рыбку. В морозилке у меня валялась. И покупала в России-то, помните? Помните? Вообще, вы всё помните или не помните? Или у вас памяти нет? Рыба... Горбуша солёная. Я её сразу порезала. И вот так вот она сейчас достану, буду есть. С овощами. Такой вот обед. А муж будет доедать вчерашние осьминога. Он туда, как всегда, яйцо пожарит. Он любит яйцо жареное. Вот. И вот так будем доедать. А что делать? В моём много не сожрёшь. Поэтому нам готовлю на один день. И получается на неделю. Моя рыба отдыхает. А я, знаете, сегодня у меня день переписки. Сколько у нас дней? В субботу будет две недели нашего карантина. Вот. Мне вчера, вчера разговаривала с клиенткой-подругой. Вот. И сегодня мне тоже моя клиентка хорошая написала. Мои все клиенты хорошие. Я уже много раз говорила, что моя клиентура создавалась годами. Я работаю в своей парикмахерской уже 6-7 год, наверное, или 7 уже. Не помню. Точно надо посмотреть. И вот потихонечку, потихонечку клиенты приходят, остаются. И вот на года, как говорится. И мы уже стали как огромной большой семьёй. Я, представляете, по ним очень скучаю. Прям что у них, как у них. И вот мы начали переписываться с ними. Сегодня вот я ходила с Чарли тут гуляла. Одна мне написала, тоже хорошая моя клиентка. Как там? Как ты? Что там? У неё две собаки. Мы тоже постоянно разговаривали. О собаках, когда я её укладывала там или красила. Вот. В общем, знаете, сближает, сближает. И я рада, что... Ну, не то, что рада. Меня как-то хоть успокаивает то, что не только яд закрытая. Но все парикмахерские закрыты. И они, то есть, не убегут в другие парикмахерские. В общем, а сегодня мне, сейчас мне звонит племянница мужа. Вот. Обычно, ну, по WhatsApp переписываются. У них есть группы там. Я раньше была в этих группах. Но они, знаете, они трендычат, семья большая. И вот у него телефон не замалкает. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Он-то на них не смотрит. А я не могу. Я раньше была в группе с семьей. И вот постоянно ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. И меня это... Потом я вышла из группы. Думаю, они... Чего ты вышла? Я говорю, нам одной группы хватит. И вот. То есть, редко звонят мне. И сейчас гляжу, звонит. Я прямо это даже напугалась, знаете. Думаю, чего она мне звонит. Только вот общались по этому. Она мне хотела предупредить, что по телевизору сегодня слышала, что мне, как частному предпринимателю, предполагается... Не предполагается, а как это... Полагается какая-то помощь денежная. Вот. И она мне спросила, сделала ли я бумаги на эту помощь, потому что, чтобы я не проворонила. Вот. Очень приятно, что... А по мне, как говорится, беспокоятся. Я говорю, да, мы уже с бухгалтером поговорили. Он мне сказал, что как делать. Он мне сказал, что он приготовит мне бумаги на эту помощь. Я, конечно, не очень особо в нее верю, в эту помощь, потому что, знаете, здесь помогают всем, кроме частных предпринимателей. Я не знаю, почему. Например, я вот не имею права не... Здесь, когда... Ну, как... На субсидию нет. На биржу труда, когда уходишь, тебе дают какие-то деньги. Да, там... Вот. У нас это всем дают деньги эти, вот с биржи труда. Кроме частных предпринимателей. Вот. Поэтому... Помощь дают так же... Ну, очень много разных помощей. Это касается всех, кроме частных предпринимателей. Поэтому я не особо верю. Ну, конечно, да. Жесть, если... Потому что я 100%, ну, не 100%, 95% уверена, что 11 апреля карантин не кончится. Очень много умирает людей. Просто жесть. Я в Инстаграм выставила... А я вам сейчас скажу статистику на сегодня. А кто не смотрит мой Инстаграм, есть ссылочка внизу в инфобоксе. И там можете посмотреть. Так, отсюда я уже стерла. И я там каждый день выставляю... Выставляю в сторис. Выставляю. В общем, на сегодняшний день у нас 56 тысяч зараженных. И 4089 человека умерли. Да, в общем, трындец какой-то. И это, говорят, сегодня по телевизору заниженная цифра. То есть зараженных намного больше. В общем, это как трындец. И еще, знаете, у нас что по телевизору показывают? Что все это началось в конце февраля. Последней недели февраля. Заражение в Испании. А почему так много? Почему такая вспышка? Потому что 8 марта происходили митинги. Происходили все эти вот эти вот сборища феминистов. В Мадриде особенно. И вот там вот все они перезаражались. То есть это уже было в мире вот этот коронавирус. Но власти пропустили этот момент. И разрешили быть этим митингом. И поэтому сейчас столько много зараженных. То есть там феминистки любят там по... Ну, выйти по... Там вообще в Мадриде очень много было разных митингов. Очень много разных демонстраций было. И вот они на этой демонстрации друг друга, как говорится, подзаражали. Но сейчас у нас большее число зараженных находится в Каталонии. Барселона, вот эта часть. В общем, вирус прыгает с одного... С Бандрида на Барселону, с Барселона на Мадрид. Главное, чтобы он до нас тут особо... У нас есть зараженные в Андалусии. Это южная часть Испании. Но не так много. Это опять говорит телевизор. А что там на самом деле? Хрен его знает. Вот немножко вам рассказала про ситуацию в стране. А сегодня я, знаете, что пойду делать? Я сегодня пойду в магазин. У меня, вернее, не у меня, а мужа завтра. День рождения тебя. Он планировал в этом году. Мы ему день рождения никогда не отмечаем. Ну, я, вернее, как в кругу друзей, да. Мы иногда отмечаем, там ходим куда-нибудь в ресторан или еще что-то. А в этом году он все ходил и говорил, я приглашу всех, я буду отмечать свой день рождения. Я говорю, да-да, конечно. Хрена. Опять ему. И вот, говорю, надо что-то... Во-первых, ну, уже надо в магазин. Я неделю назад ходила. Раз в неделю у меня уже список такой нормальный подобрался. И я спросила, говорю, а что тебе сделать на твой день рождения? Он говорит, мигу хочу. Мига – это жареная манка. Рецепты у меня есть в плейлисте. Рецепты жареная манка. В общем, с рыбкой пойду. И у нас, знаете, еще что? У нас цены понизились. На рыбу, например. Я смотрю, в России, наоборот, цены растут, растут. А в Испании они падают. Например, на рыбу цены очень сильно упали. Потому что раньше спрос был огромный. И в рестораны, бары. А сейчас нет особого спроса. И рыбу как-то надо продавать. И цены упали. По крайней мере, так по телеку говорят. А еще я пить очень хочу. Рыба наелась, пить хочу. Сушняк. В общем, так вот. Пойду в магазин. Пойду здесь в наш ближайший магазин с тележечкой. Так потихонечку хоть пробздеться. У меня будет повод пойти. Пройтись на улице. И заодно выгулю свою маску новую. Которую я еще ни разу не надевала. Потому что я никуда не хожу. Около дома народу у нас нет. Дожди лили, куда идти. Такие вот у нас ситуации. Все говорят. А, племянница тоже говорит. Ты слышала? Вчера Путин разговаривал. Естественно, по телевизору у нас по испанскому тоже его показывали. У вас тоже типа карантин на неделю пока закрыли. Я говорю, я не знаю, как там в России карантин. Но у меня все мои родственники работают. Как-то так. Вы сидите на карантине. Вот прям дома, как мы. Или вот я посмотрю на инстаграме. Все в России ходят по улице. В парке ходят. В людные места. То есть, не понимаю немного смысла этого карантина. Не знаю. Вы как к этому относитесь? Дома же сидеть надо. Раз карантин, то дома надо сидеть. В общем, как-то так. Ладно, пойду попью. Сейчас у нас время полтретьего. И в три отправлюсь в магазин. Чтобы люди были на сиесте. А я буду. За продуктами пойду. Еще у нас тут муха дома. И Чарли за мухой. Донде ста муха? Донде ста? Чарли, донде? Донде ста? О, я опять наговорила вам на 8 минут. Думаю, что вам эта информация интересна. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Огромное спасибо за ваши комментарии. Очень интересно. Кстати, читай комментарии. Все пишут. Приедет крыша, едет. Она тут и едет, и едет. И пошла вообще пешком. Крыша. Надо что-то ее чем-то поддеть, чтобы завязать, чтобы она совсем не уехала. Иду в магазин, как на войну собралась, смеюсь, приготовила дома все. Потом, чтобы быстренько нырнуть на свою крышу и там переодеться. Приготовила там халат, чтобы снять одежду всю быстренько. Там маску оставить свою самодельную на крыше все. На свежем воздухе машинку кинуть. О, что-то мне обеднулось. Чик. Чик. С собой взяла маску, перчатки, алкоголь, спирт. Что еще взяла? Карточку положила в карман, чтобы расплачиваться, чтобы руками потом не трогать много чего. В общем, пипец какой-то. Пойду пешком. Уже говорила, чтобы пробздиться. Вот тележечку сейчас свою возьму. Она у меня в машине лежит. На улице тепло, хорошо ветер дует. В общем, да. Как-то так. Потом всю эту одежду быстренько постирать. Кто бы мог подумать, что так. Я все равно, у меня такое ощущение, что я сплю, знаете, это страшный сон. И что вот-вот я проснусь. Надеюсь, меня мое ощущение не обманет. И мы действительно вот-вот проснемся от этого кошмара. Но у меня вот такое ощущение есть почему-то, что через несколько дней все начнется улучшаться. И все пойдет только к лучшему. Посмотрим, как мне подводит ли моя интуиция. Не знаю, видели вы или не видели. Но там, в общем, обрабатывают улицы. Прямо три человека. Машина такая. Ветер ужасный просто. Вот, смотрите. В противогазах со всеми делами. Встаю в очереди. Прикол. Четыре человека. Я уже пришла из магазина. Не стала вам показывать, что по чем. В общем, это все стояло там. Проветривалось. Вроде бы. О, еще чуть-чуть показывается. Ча-ча-ча-чуть. Вкусняшки Чарли купила. Разные вкусняшки. В общем, много всего тут. Это у меня их было три сумки. Смотрите, какой я консерву взяла. Это компот. Здесь абрикосы, персики. Ой, без сахара. Даже я не заметила, я не хотела. Ну, как, не специально выбирала. Но вот груши. Очень вкусно. Компот семечек не было, представляете. Хотелось. Блин, банан. Надо сожрать его, смотрите. Фруктов было мало вообще. Ну, мне в Меркадоне вообще никогда не нравились фрукты. Поэтому надо будет в фруктовый магазин идти. Взяла на завтра бутылочку вина. А еще не оказалось манки для того, чтобы сделать этот. Манку на завтра пожарить мужу. Взяла вот такие печеньки имбирные. Мне не нравятся они. Мне прям кажется слишком уж они имбирные. Ну, так, всего понемножку. Семечек не было. Взяла фисташки. А, кстати, чайник надо поставить. Сейчас чай попью. Взяла вот такие себе. Это миндаль в шоколаде в черном. Яйца. Яиц мало не бывает. Ваниль взяла. Хотела сделать на завтра тортик. Не оказалось это. Водички нет у моего рыбки. У моего рыбки водички нет. Сейчас мама нальет. Ну, скорее. Попью водички. Что я там говорила-то? Забыла, что говорила. Соль. Обязательно. Масло, молоко, сок вот такой взяла. Это вот орандонос. Это, по-моему, это... Ну, это, знаете, как морс. Это даже не сок, это морс. Орандонос. Это, по-моему, клюква. Вот. Клюквенный. Морс, молоко. А, сейчас забацаю этот. Флан. У меня там есть еще плачка? Ну, сейчас, знаете, не знаешь, когда в магазин пойдешь. Поэтому затарилась сливочное масло. Хотела торт делать, а не оказалось. Теста слоеного нету. Все разобрали. Зато взяла дрожжи. Во. А что я с ними хотела делать? Что я с ними хотела делать? Что-то я хотела с дрожжами делать. Не помню, что. Но что-то сделать. Мешки. В общем, все по списку. Мусорные мешки. Ополаскиватель. Салфетки. Салфетки. Молоко. Молоко взяла для кофе. Кофе взяла. Вкусняшки. Мясо. А, самое главное. Я взяла. Сейчас буду делать. Сейчас буду делать. Точно. Точно. У нас. Я вам сказала уже, да? Что по телеку сказали, что рыба подешевела. Это действительно на самом деле так. Был сальмон. Лосось. По 6 евро килограмм. Представляете, я взяла на 14 евро. Прям такую рыбеху. Попросила, чтобы мне... Сейчас покажу. Попросила, чтобы мне сделали вот один кусок таким вот. Это я сейчас засолю. Разделаю. Засолю. Будет вкусно. У меня как раз есть, по-моему, соль. Сейчас покажу. В общем, вот такую соль в Меркадоне беру. Она с дымком уже идет. Специально для того, чтобы сальмон делать. Тут уже и сахар есть. В общем, все пропорции. Но мне эта соль для меня, она очень сладкая. Там очень много сахара. И что я делаю? Я делаю третью часть вот этой соли и три части обычной соли. Вот. Блин, надо было соли побольше взять. Что-то не подумала об этом. Пледал. Поеду. Может быть, у меня крупный есть. Ладно, подумаем. Завтра фруктовый пойду в магазин. А там не только соль продается, фрукты, но и все остальное. Я, может быть, там ухвачу. К индейцу вот этому пойду. Туда наверх. Может быть, ухвачу манку и соль куплю. И посолю этот сальмон. Вот. Потом тебе... И вот я попросила, чтобы мне нарезали вот так вот. Ну, видите, тут много. А еще вам дают здесь полголовы. То есть, если берете вот как бы полрыбы или целую, то он выходит, во-первых, дешевле. Во-вторых, тебе дают либо полголовы всегда. Если половина. А если целую, то тебе дают целую голову. И с головы сварю суп. Очень вкусный. Так что вот так вот. Я давно хотела. Думаю, по 6 евро-то дешево и сердито. Вот у меня на 14 евро. Больше 2 килограмма. И все. Больше ничего такого не купила. А, сейчас хочу чай попить. С немножко вот орешками. Банан сожрать надо. Блин, что-то всего много мне для жрата. В общем, вот так. Заходишь в Меркадон. Во-первых, очередь впервые видела. Ну, хоть и 4 человека, но все-таки. В Меркадоне там очень хорошо. Никого нету. Все есть. Кроме муки или теста. Вот. Яйца есть. Ну, мясо тоже есть. Купила и мясо. И все. Во-первых, охранник стоит. Ну, он впускает. Это, естественно, нужно обработать руки. Надеть перчатки. У меня свои были. Там дают. Постоянно там вот прям уборщица ходит с тряпкой. Вот это вот все убирает. Все моет. Все полки. Все вот эти вот. В общем, да, хорошо убираются. Поставили перед кассирами вот такую штуку. Вот прозрачную. Чтобы с ними не контактировать. Рыбу уже сама не берешь. В общем, никаких контактов с людьми. Вообще не было. Я сейчас плачу только карточкой. То есть я никого за руку не схватила. Я вышла из магазина. Быстро на мордик сняла. Знаете, лайфхак такой у вас. Берете пакет. Я в Меркадоне взяла пакет обычный. Вот. Вот так двумя пальцами положила к себе в сумку. Потом, когда вышла на улицу. Потому что мне неудобно в маске ходить постоянно. Яна вышла на улицу. Надела на руку пакет. Взяла этим пакетом вот так маску. И просто потом вот как Чарли на какашке в это вот заложила эту маску в пакет. И вот она у меня в пакете лежит. Сейчас пойду я ее простерну. И все. И буду сушить. Так что вот так. Лавхак такой вам. Что-то я не подумала про соль. Просто мне крупноватую надо соль. Это мелкая очень. С йодом морская. Вот такие вот покупки. Так что все прошло удачно. В магазине никого нет. Ну как никого не так. Все кассы открыты. Чтобы толпы не было. Знаете. Все замечательно. Вот. Так и прошел. Я чуть-чуть устала. Представляете. Ладно. Буду рыбу класть в холодильник. Сейчас я ее распакую по кусочкам, которые я буду есть. Потому что сольмон ем только я у нас. Мне лучше. Ой. Вы чуть не упали у меня. Вот причем. Представляете. Я здесь делаю тебе флан. Гляжу в телефоне. Я же в телефоне постоянно сижу. В инстаграме. Наши девчонки из. О блять. Что-то у меня выбежал. Из фитнес центра. Из фитнеса. Вышли в онлайн. Или как там сказать-то. В директ. Директ. В общем. Начали плясать. Класс. Делать класс сумбы. Я быстрее как кроссовки одеваю. Бегом на крышу. И мы с ними 50 минут прыгали, бегали, скакали, танцевали зумбу. Я прям как будто в спортзале в своем была. Такая радостная. Вообще. Хоть там и холодно. Ветер. Но все равно. Что-то у меня сегодня убежал фланг. Хотел свободу. Наверное, со мной на крышу хотел. Некоторые хорошие. Некоторые не очень. В общем. Да. Вот так вот позанималась. Я в принципе сегодня не собиралась заниматься. Так как и так было много всего. Ну раз там уж такое дело, как не заниматься. В общем, я вся опять мокрая. Я сейчас буду делать, так как не нашла тесто слоеного. Хотела Наполеон сделать, вы знаете. Но тесто слоеного не оказалось. Поэтому буду делать кекс лимонный. Рецептик, вы знаете, где чуть пониже есть. Есть также в плейлисте мои рецепты. Вот. Только вместо лимона буду класть апельсин. И посмотрим, что получится. А что делать? Надо как-то выкручиваться. Все-таки день рождения. Как-то отметим с бутылочкой вина. Кстати, надо его положить в холодильник. Вот. А не достать арбуз. И доесть арбуз. Мне сегодня надо на ужин. Такая я радостная. Они нам сказали, что в понедельник опять выйдут на прямую связь. И будем опять звук потанцевать. Класс. В общем, да. У меня все, как говорится, мой, как этот, карантин налаживается. Главное занять себя чем-то. И не тупо лежать на диване. Потому что в первые дни у меня начинала болеть башка. Я не знала, что делать, куда бежать. А сейчас вроде как, знаете, приходим в норму. Это становится нашей жизнью. Конечно, это страшно, что эта жизнь становится, как бы, как это сказать-то, внедряется в нашу жизнь на постоянстве. Но мы ко всему привыкаем. В общем, как-то так. Знаете, я с вами буду прощаться на такой нотке веселой. Потому что я потом посмотрю телевизор. Опять у меня вся эта энергия упадет. А пока я желаю вам добра, счастья и здоровья. Самое главное. И знаете что? Сидите дома. Будем сидеть. Как это сегодня видела. То ли в Одноклассник, то ли по не помню где. Единственное, что... А! Впервые в жизни мы можем спасти человечество, сидя на диване. Друзья, давайте не облажаемся. Вот правда. Давайте не облажаемся. Давайте будем сидеть дома. Это не год, не два года. Это может... Ну, месяц. Но посидим. Зато потом природа нас встретит чистой. Воздух будет отличный. Потому что сейчас ни машин много не ездит. Ничего. Воздух вообще будет офигенный. Так что давайте посидим дома. Вся эта бяка уйдет. И потом будем жить. Жить заново. Все самое лучшее. Всем пока-пока. Как обычно. Аплодисменты. Восьмичасовые. Смотрите, обеззараживайте. Улицу пришли. Сегодня по ходу везде по всему городу идет обеззараживание. Так что завтра с Чарли я гулять не пойду. Ну, его нафиг. Живее будет. Все продолжает хлопать. Спасибо.